Всем привет, друзья! Я, как обычно, одет не стильно, Глеб, как обычно, не скажет ни слова. Я, как обычно, одет не стильно, Глеб, как обычно, не скажет ни слова. И всё это потому, что с вами седьмой выпуск УХОНОС! События недели. Что нам повестка дня сегодняшнего привезла? Глоголит. Россиянка зажгла на рынке свечу на хорошую торговлю, исполнила павильоны конкурента. Что во рту? Жуйка. Ты знаешь, кстати, что выпускают уже жвачки против ковида? Пожевал, не заболел? Да. Я потом после этой новости смотрел «Орел и решка», и там же в Сингапуре, получается, жвачки запрещены. Да. 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 И получается, Сингапур не получит жвачки антиковидные, правильно я понимаю? Так на, не хуй тебе. Так в Сингапуре маски даже не надо носить. Мы после каждой новости будем, как будто мы убегаем. Ядно яйцо, извините. Слушай, ну реально, россиянка спалила просто конкурентов, прикинь, зажгла свечу на удачу. Нет, ну на самом деле я вот придерживаюсь по жизни такого принципа, что как бы все, что не делается, делается к лучшему. Подскажите, как вы объясните, все, что не делается, все к лучшему? Да, товарищ судья. И судья такая, освободит. Освободит. А правда, да. Скажите, вы виновны? Я думаю, что нет. А, ну если нет, она нет и суда нет. После того, как сгорело все их имущество, они, скорее всего, построят новые павильоны. И там начнется более бойкая торговля. И более качественные павильоны. Конечно. Уже, знаешь как, ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Не хуй строить из соломы. Построй из кирпича, не хуй не сгорит. И это, получается, будут правильные торговые павильоны кирпичные. Вот, к ним на работу придет... Наф-наф. Ауф-ауф. Ауф. Бизнес начнет жить по-новому. Да. Новая кровь вольется. Поэтому, да, новость хорошая. Освежилась, так сказать. Коллеги по, значит, по соседству, которые подгорели... Будут расстроены. Будут немножко, да, какую-то обиду в тайну. Ну вот эти копченые, правильно? Группировка копченая. Все группировки в 90-х назывались, как правило, по району локаля. Да. И вот эта вот группировка подгоревших, я думаю, не воодушевилась на самом деле. А, так ты новость не дочитал. Обряд 70-летней пенсионерки понес за собой ущерб 52 миллиона долларов. На удачу. Я думал, это просто следующая новость уже, она другим цветом. 52 миллиона долларов. На удачу, блин. Ну а что? Пропавшего без вести жителя Луцка, которого объявили в розыск еще неделю назад, нашли невредимым на даче. Он отдыхал от цивилизации. Слушай, это новый вид туризма. Он как-то даже называется, когда ты уезжаешь, знает куда. О, кто-то сказал из зала. Дауншифтинг. Отчего этот чувак в Луцке настолько выгорел, что ему потребовалось уехать на дачу? Я думаю, это ***, мне кажется. Ты что, хочешь себе проблем? Что происходит? Я не понимаю. Что за ополчение? Так, ладно, давай, а ну, сними шапку. Это давит, мне кажется, просто давит бубон. Предположим, что он такой добропорядочный семьянин, в отличие от тебя, и есть только две локации, точнее, три локации, на которых он мог быть. Он мог быть дома, он мог быть на работе. И на рыбалке. И на даче. И его жена искала неделю. Она в пивнуху пошла. Он не дома и не на работе. Точно забухал? Да, подожди, а где же он может быть? Или между домом и работой. А может, жена от него неделю отдыхала тоже? Вся проблема была в том, что они просто друг друга достали, мне кажется. Помнишь, как в фильме «О чем говорят мужчины», когда чувак тупо ушел из дома, говорит, все, я поехал, забрал эту сумку и уехал. Говорит, блин, странно, она не звонит уже второй день. Говорит, она тупо не знает, что я уехал. Она тупо не знает, что я уехал. Если ты, мне кажется, на три дня куда-то... Нет, кстати, ближайшие 10 дней один. А сегодня пятница. А когда выйдет этот выпуск, Любовь? Через недельку у тебя еще три дня. У тебя останется три дня, когда все наши львицы... А мы улетим в Египет. Львицы в Альт. Мы улетим в Египет и у тебя три дня будет еще... Сфинксы, там будут Сфинктини. 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 Она говорит, мне нужно 400 долларов. А это у нас пенсия. Через салфетку в трубку. Соседние комнаты. У нас, говорит, стена из фанеры. Ты, алло. Мы слышим, что ты говоришь. В Херсонской области повязали судью, которая прятала взятки в административном кодексе. Ну, правильно. Ну, это, в принципе, прикольно. Это логично. Она таким образом посылала во вселенную информацию, что если будет прием-прием... Баум! Танец локтей. То есть она посылала энергию, что, типа, если ее примут, то, как бы, судить ее нужно не по уголовному, а по административному. Да. То есть выписать ей, там, ну, какие-то 151 гривну, например. Это первый момент. И второй момент, что, мне кажется, это характеризует ее как человека, который болеет своим делом. Смотри, если бы она была крысой какой-то, да, там... Она бы в норку бы отнесла. Что логично. Это я с Женей вчера пообщался. Он анекдот про Ельцина рассказал восьмой раз, блин, понимаешь? Когда Ельцина говорит, я знаю четыре языка. Значит, русский, английский, французский и испанский. Говорит, ну, скажите что-то на испанском. Он хендехох. Он говорит, так это ж немецкий. А, значит, пять языков. Руководство Харьковского политеха отказало в предоставлении помещения для фестиваля документального кино о правах человека, потому что считают, что студентам технического вуза не нужны права человека. Ты понимаешь, у него фамилия Сокол. И вот Евгений Иванович почему-то так и решил, ну, не знаю, Евгений Иванович, почему вы так поступили, но это максимально странно, поверьте. Здесь реально есть какой-то потаенный смысл. Политех, как бы, да, это технологический вуз. Да, но у них есть факультет управления бизнесом, у них есть иностранный факультет, у них есть факультет каких-то языков, у них есть факультет бизнеса и финансы, у них есть какие-то... Сколько сейчас обучения, кстати, стоит? Я, кстати, не знаю, тысяч десять. Больше. Ну, кстати, недешево, на самом деле. Косаридзе. Я вообще считаю, что образование должно быть платным. Тогда оно будет нормальным. Вот ты в институте отучился, а 22 тысячи на 2070, так и поделите, не получаются. А что на 2070? Курс такой. А ты знаешь, какое у меня образование? Ну, банковское дело, наверное, какое-то, или? Шашки. Я учился... Я учился в Политехническом, в Харьковском национальном университете... Не, в Национальном техническом университете Харьковский политехнический институт. Это название, прикинь. Вдумайся. Национальный технический университет, Харьковский политехнический институт. Это название. Мне кажется, там помещения государственные в аренду сдают. Учился на факультете информатики и управления, а специальность физичное выхование и у меня по первым по бакалавру я тренер преподаватель а по магистру барабанную дрожь дробь но для хлеба именно дрожь не юра юра в машине просто стал барабанная дрожь я тоже так иногда говорю инженер исследователь спорта я рю кто это кто это а если не магистра получал а специалиста до специалист был да ты был менеджер инженер спорта и рекреации но рекреация это понятно это ты ответственный за корпоративные вечеринки за вас за восстановление после корпоративов да а вот а инженер ну смотри создается новый новый зал для баскетбола на брак так 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 как мы знаем технологическое устройство напольной инсталляции как бы до требует определить выполнение определенных стандартов и норм да то есть соответственно ты как инженер должен туда прийти на объект оценить состояние специальность нормально нормально полезно и нужно да но сука не решила не работает блин здесь человек над этим от урвал устроиться вообще по специальности так я работал по специальности три года инженером тренером а инженером почему не пошел я пошел потом вечером ты мишу налево туда чтобы в одесской области постру или зеркальный туалет почти за три миллиона правила переноса какие сложные неужели нельзя одной строкой писать ну залез бы чуть-чуть тут же было место блин ну шрифт уменьшил бы построили ну как это можно догадаться что-то построили понимаешь в одесской области построили зеркальный туалет почти за три миллиона гривен ты песня что на тебя возвращает 111 тысяч долларов ах ты хорош и он есть и тут мозги не попортил ли генераля сидишь пять лет именно и просто впитываешь в одну слушай ну прикинь у нас человек один одногруппник да точнее два человека пошли не пошли на третьем курсе работать по специальности по спорту знаешь кем продавцами воды давать и даст а а чего нет и они там работали 15 лет ну хорошо в другой уехал куда-то там тренировать вроде бы как стал пожарником как глеб смотри я тебе кое-что расскажу смотри мир так устроен возможность приходить на работу и ничего не делать при этом зарабатывать деньги выпадает крайне редко во вселенной то есть не выпало только единственным поэтому не стоит считать что всем должно повезти так же как тебе поэтому люди и идут в магазин чтобы принести купить хлебушек домой то есть просто у меня счастливый билетик получил встретил тебя получается так пока что по туалету скажешь за три ляма а ты был когда-то вообще на самом деле в туалете в туалете до реконструкции парка горького но чуть не сдох вот таким вот слоем по полу плавала моча даже если заходить на носочках по-любому как бы ну 10 пальчиков у тебя в моче как бы ну или если на пяточках то как бы юра вчера во время встречи пошел в одну из кабинок вышел держась на стену и сел на ступеньки потому что там кто-то измыл и крестьяне раконул просто сидел две минуты на ступеньках отходил юра ты шо ни разу не видел какашку нет там пахло чуть-чуть господин а сколько вы не приспособлены к жизни ребята смысле я ходил на в туалет и надо знать что надо работать чтобы заработать деньги этот какашку ни разу не видел что дальше и хочешь лайфхак тебе и подписчиков если сильно воняет надо дышать ртом это я знаю это знаю в луцке мать увидела в интернете как ее сын разрисовывает остановку издала его муниципальным стражам порядка в новости то этого не скажут как бы я думаю что у нее просто накопилось он-то написал то там я думаю что может быть такое что как бы на прошлой неделе там за неделю до того а он как бы нет нет и рассказал что сосед сверху третий раз уже заходит на неделю за солью я шума у нас соленья соли в доме вообще не было отродясь столичные женщины смогут рожать в очках виртуальной реальности такую опцию врачи решили применять вместо обезболивающего мультик глянь и все нормально ну вылез из тебя человек ну помучилась на часовну трилогию посмотрела властелина к лице нормально девушка у вас у вас сынок родился секунду момента не не до сыночка я помню у меня когда-то очень давно я купил себе в секунде кроссовки adidas они были супер старый понял они были очень крутые но как бы на полтора размера меньше чем нужно но в лес я в них в лес но в квартире когда победу отжал как снегири лапки да туда а еду значит с пацанами на футбол думаю сейчас вы максимально вообще джинсы все модное начинал ударил по мячу сломать футбол смотреть на стадион и прошел метров десять чувствую ноги так болят что просто рыдать хочется уж иду короче думаю ну все пить думаю но сейчас может быть наш пятку подогну и буду идти как в сандаликах потому что это невозможно терпеть и тут мне поступил какой-то звонок по телефону я обратил внимание что я протопал где-то наверно километр как бы даже вообще не ощущаю что у меня что-то болит ну то есть переключился поэтому как бы да если в вяре будут показывать а прикинь а вяришь можно и усугубить а прикинь и вяре уроды показывают только понял тройня тройня из нее три человека лезет нет вот недавно ручки появляются так недавно аж 10 10 детей родила где до 10 они подсадили эмбрионы это было забил 8 это многозарядный пистолет автомат коха в кривом роге родители приобрели для школы пистолет макарова чтобы их дети научились стрелять слушайте а скинемся на пистолет да 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 отличная идея отличная у родителей сейчас есть в вайбере вайбере чатики родительские чатики они там типа там типа делятся бедами вот этими типа уже третий час делаем английский я думаю что родители решили научить детей стрелять вот и потом в чатике как бы на следующий день как бы хорошая была преподавательница тамара полна а кто это то это ж наш санечка мы вчера так отрабатывали у нас короче дпю до призывная подготовка юнакив и у нас долг реальный майор ввс ссср и он летал на истребителях на мигах но то есть короче военный летчик настоящий майор и у нас чувак один решил пошутить и пришел ну мы там стреляли он и он начал винтовкой направлять ну типа шутил у этого не то что он был лысый в нем волосы мне кажется выросли реально после этого но когда он галстук одел на коленку это просто так замахнулся думал что он просто с голову снесет ну и человек ну песню чуть-чуть то есть если на тебя замахнется такой чувак ты тоже песню мне не так уверен об этом говоришь и типа это мнение о майор подошел не не это ж майор ввс в херсоне 20 метровый фонтан фекалий причинил убытков на 1 миллион гривен юра орил сходи заранее просто слушайте объясните пожалуйста зачем в туалете делают вот такие ёршики когда ты тебе чтобы извините надо убрать последствия ты просто туда вот так вот ныряешь хлеб этот ёршик сделан не для того чтобы чистить всю канализацию то есть не не надо рукой туда залазить вот не петь не надо в глубину туда я вот помню в детстве постоянно прорывала канализацию и по улицам харькова плавала постоянно и это нормально плавали фекалии да это нормально сейчас это происходит ну я вот даже не помню как реже с реже не ну кстати это правда да кроме вас юра когда вы по киеву ездите житель николаева написал на воротах райотдела псарня в суде он заявил что это были малярные работы у красавчик но хорошо скажешь сорня надейный захист злочинности описала на воротах вот вы все особенно вот это сейчас популярно вот эти вот десятилетние же обитатели социальных сетей которые знают все в этой жизни которая диванные войска мусора не люди вот это все понятное дело что у нас как бы есть вопросы к правоохранительным органам и так далее но когда у вас происходит какая-то беда вы куда идете в instagram нет вы идете писать заявление вот этим мусором чтобы они вам помогли чтобы они вас не щемил там вас сосед или у вас там отжали что-то или квартиру у вас вынесли я осуждаю жителя николаева за то что он написал на воротах райотдела псарня но может быть у него есть какой-то бэкграунд или может быть он ехал сто семьдесят по городу его остановили и выписали ему штраф они превысили ли к вы скорость ты обратил внимание на какое какое количество последнее время происходит в харькове дтп я прочитал сегодня статистику харьков далеко не на первом месте а кто на первом ивана франковск и новость про ивана франковск до во франковской области горсовет провел экстренное совещание касаемо подписчиков facebook странички совета жалуются что не подписываются даже сотрудники так на самом деле мы с тобой вот это поерничали слегонца а новость то я не понял о чем никто не понял во франковской области горсовет провел экстренное совещание во франковской области горсовет провел экстренное совещание касаемо подписчиков facebook странички совета жалуются что не подписываются даже сотрудники это нормально у нас так же давай в луцкий водитель маршрутки забыл куда едет слушай выйди выйди посмотри какой маршрут пожалуйста я я знаю все маршруты просто забыл на каком сегодня не он просто такой сел за руль такой так а что я здесь делаю вроде есть люди есть деньги это маршрутка я разве не шведский лорд нет почему я где я я не эстонский паштет не может быть я крем-брюле вот люди нас смотрят и просто вот эту ересь вот слушает от шоу шоу не должны подумать я включаю политические новости перед сном чтобы уснуть тоже сам и я наполягаю счет цей закон потребно приняты сама зараз чему полагаю миру кременчугу миру пресечения а как вот миру или мэру вот почему нужно знать миру в алкоголе чтоб нормально читать новости мэру кременчуга хотят запретить ходить ту а лет потому что те фекалии которые взорвались или ты уже свое отходил то есть скорее всего в херсоне был какой-то симпозиум и настрал на лям был какой-то симпозиум и мэр кременчуга просто я держался как мог заложил бимбочку небольшую поэтому ему и запретили а миллион ущерба для кременчуга это на секундочку не не баловство говорится оаэ первыми в мире введут четырех с половиной дневную рабочую неделю а какая сейчас рабочая неделя воя кто знает и какая пятидневная то есть но насколько я знаю там они не по будням работают в какой-то выходной вместо какого-то путнего дня не на том анекдоте долгая точка со средой продолжаться вот позже зашла тема про заграницу хочу от всей души от себя и от своей уже жены поблагодарить white beat за то что они вскоре оплатят нам путешествие в египет и свадьбу с тремя стами наших лучших друзей красиво приглашаем всех на брачную ночь так бомба подкинутая под офис шария в мариуполе а шария бомба подкинутая под офис шария я не знаю кто это шо вы жёте но бомба подкинутая под офис шария в мариуполе оказалась фалоимитатор приехал какой-то сотрудник увидела что там по ориентировочно как бы какое-то устройство он не понимает это бомба или фалоимитатор вставил но он вставил проверил это фалоимитатор бомба одни наряды ты понял выехали полицейском ага реже тан-тан-тан тан-тан-тан тан-тан Tough教ista никто твою шутку просто не поймет младше от 30 лет аула без в германии удаленный работник Повредил спину. Пока шел к компьютеру. Что значит удаленный работник? Он еще 30 дней будет находиться в корзине. Он же как ты, но он работает дома. Суд признал это травмой на производстве. Че ты орешь? Я просто сказал, что удаленный сотрудник еще 30 дней будет храниться в корзине. И Вова сказал, прям как ты, Глеб. Мне стало смешно. Ах ты, сука. А это, кстати, на самом деле очень серьезная судебная практика. То есть получается, если ты хочешь засудить компанию, тебе надо просто дома поломаться. Как девочка. Такие шутки за 200. Если эта шутка до 150 туда ползет, уже хорошо будет. В киевский тату-салон привели свинью, чтобы набить ей на спине огромные купола. Горе-мастеры, называющие себя любители похрюкать, собрались установить национальный рекорд. Ну, как бы... Я думаю, что люди, которые защищают животных, будут негодовать. Не, на заднем фоне, во время процедуры, так тихонечко-тихонечко. А то не дождь, а то не дождь. Душу наружу. Кстати, в произведении «Скотный двор» свиньи были самыми умными. Да, я тебе без произведения могу сказать, что свиньи поумнее многих людей, Глеб. Ведут себя, по крайней мере, более сдержанно. Так, американские ученые доказали, 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 что все кошки психопаты. Поэтому все кошатники и кошатницы психопаты и психопатки. Я так не считаю. Потому что у них две кошки. Британская больница вызвала саперов для пациента с артиллерийским снарядом в жопе. Так и написано в жопе. Какая-то смелая газета. А то если рядом был бы огонь, то взорвался бы. Блин, реально, конечно, шутки про какашки и пердежки. Они заходят всегда. Всегда, да, это идеально. Тебя как зовут? Пук. Как? Не как, а пук. Болезнь Альцгеймера предложили лечить Виагрой. Как бы башня не соображает, но х** стоит. Ну, тот случай, когда, даже если ты не помнишь, то ты, по крайней мере, точно понимаешь, куда себя применить. Ты знаешь, такой путеводный компас. В Австралии установят черный ящик земли на случай, если человечество погибнет. А, кстати, это есть штука такая в Антарктиде. Американ... Ну, это совместный проект. Есть... Американцы. Американцы. Есть в ледниках такая штука, куда сносятся все данные. Младший научный сотрудник Глеб, спасибо. Данные. Ну, реально, они туда... Все знания человечества, они туда сохраняют. Если все нах**ся... Было бы прикольно, если бы ты как бы... Ну, вот вся идея твоего рассказа строилась так, как вторая ее половина. Ну, то есть, если бы ты начал... Ну, так вот это, как глобус, только вот там вот нижняя его часть, вот в этой части, да, там или верхняя, если перевернуть, то вот это вот там вот эта штука такая, вот тут. А ты знаешь, что в Австралии другой глобус... Это ты сейчас Австралию нарисовал? Австралию нарисовал вот так вот. Раз, тут маленькая такая штучка и Марианская... А Сидней нарисует. Вот тут опера. А мой стик возле нее. Все, узнаю, Сидней, так. У них Австралия в центре. У нас как бы Европа, слева Америка, да? Справа внизу Австралия. У них Австралия по центру, ты понял? А мы везде там разбросаны. Я так же про Харьков говорю, когда приезжаю куда-то за границу. Харьков мой! Вы, получается, как бы вот слева, и вот справа, получается. А Харьков по центру. А площадь Роза-Люксембург – это самая центральная улица Харькова, я так всегда говорил. В России! Ты знаешь, что это была центральная улица? Ну, то есть там, где как бы вот это ж... Ну, ты как бы вот... И опять же, в то же время... Оно, конечно, да, но ежели как что, не потому, что, дескать, например, но, тем не менее, однако. Это уже было в каком-то выпуске. Было в каком-то? Можешь не повторяться? Или у тебя болезнь анальдсгеймера? Пивиагра. В России на острове растаял полуостров. Это как? Теперь власти будут... Теперь власти... Теперь власти будут вы... Теперь власти будут вынуждены изменять лоции, так как карта острова устарела. Он всплыл или что? Что произошло? Можно пояснить? Мне кажется, это знак. Не разевай роток на чужой островок. Да. Ибо будет полуостров тебе в жопу. Иначе просто может взять и растаять у тебя остров. Ну, отправили туда этот американский спецназ. Он в этих льдах под островом сидит. Подводная лодка такая маленькая, они в пятером с горелкой греют остров. Американцы уже забыли, что там и есть спецотряд. И тут, прикинь, приходит информация, остров растаял. Все думают, что это случайно. И только один выживший сотрудник просыпается, читает новость. Такой... Это ж мы отправились... Сука, Джон. Серегу, Джона. Мета предложила пользователям... Интересно, фотки нет, кстати. Пользователям присылать ей нюцы для защиты от порно мести. Что такое нюцы? Нюцы — это, типа, оголенная фотография. Ага. То, что у тебя директ завален. Понял. Сервис преобразует их в хэш-код, то есть создать... Цифровой отпечаток... Зачем ты ему длинную новость оставил? А с чтением-то у нас совсем беда. Сервис преобразует... Я только одну неделю в Киеве человек провел. Сервис преобразует их в хэш-код, то есть создать цифровой отпечаток фото. Его передадут компаниям, участвующим в программе. Они будут искать совпадения хэш-кода на своих платформах и удалять найденные снимки. И тут в новости приведена фотографка, скрин, переписки. Скинь сиськи. Сисек нет. Скинь то, чего нет. Ну, это как бы богохульство. Шоколадные яйца Гордона скоро заполонят прилавки магазинов в Украине. Упакованы они будут в пирамидке. А при облизывании шоколадных изделий, по словам Дмитрия Ильича, можно будет испытать удовольствие. Внутри будет сироп. Я даже не знаю, как комментировать эту новость. Это, наверное, знаешь, что придумал? Феликс Редько. Да. Ну, Феликс, а ты хорош. А ты хорош. А ты хорош. А ты хорош. Луцкие дорожники укладывают асфальт в снегопад. Оказалось, что за ЖКХ это никто не согласовал. Что за подрядчик лишится оплаты работы и заплатишь штраф в 200 тысяч гривен за некачественное ее выполнение. Все. Не хуй класть в снег. Асфальта укладчиком укатывали снег и из баллончика его красили в серый графит. Еб***ь километр дороги, говорят. Вот. Акт подписан. Если еще и дождик был, так она вообще, можно и на коньках кататься, двойного назначения дороги. Бизнес по-харьковски. Харьковчанин получил разрешение на реконструкцию квартиры в 60 квадратных метров и пристроил торговый павильон на 1200 квадратных. Это АТБ, реально, там наш сотрудник живет в соседнем доме. Он говорит, реально, он почти уже готов к открытию. Ты купил квартиру на 60 метров и, говорит, а можно себе пристройку на 1200 лупану? Но я не считаю, что это преступление. Слушай, ну подожди, ну вот в трейдинге кто-то делает 10%, кто-то 20%, а то кто-то Х-20. Да? Ну Х-20 сделай, все. Это момент номер один. Момент номер два. Я считаю, что, ну, это же полезно. Ну, это же АТБшка. Это же АТБшка. И черная. Это, кстати, элитная. Это элитная АТБшка. Там по-любому и печень трески можно привезти. И фуа-гры. Модный дом Валентина купил рекламу у харьковского кота Степана. Больше всего мне интересно в этом всем, кто выступит налоговым агентом кота Степана. Маруся его босс. Маруся его босс? Ну, жена. А у них есть контракт. Нацарапали что-то. Не, ну на самом деле, ну вот животное юзают. Лама, Валентина там и так далее. Он хоть вискоса чуть-чуть больше получит или нет? Степана х**шая говорит, блядь, мне реально юзают, слушай. Ты понимаешь, что для кота не естественно вот локоть вот так вот наверх вот так вот у него забирается. У него может развиться сколиоз какой-то. Я на самом деле не удивлюсь, если окажется, что это ее маленький муж в костюме кота. Сто процентов. Степан не кот. Вот вся загадка. Маленький пушистый муж. Почти 40% населения планеты никогда не пользовались интернетом. Это приблизительно 3 миллиарда человек. И именно для этих прекраснейших людей мы совместно с компанией LifeSell скоро предложим интереснейшую разработку. На том и сказочке конец. А кто слушал, подпишись и не смотри нас на крысу. Лайк. Потому что один раз на крысу, два раза на крысу, а три раза на гниду. А их, как известно, уже давят. Гнид и в шею. А кто-то может и подковать.